Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Сезонные меры. Школьники и студенты с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до пяти дней. Профилактика гриппа, респиратурных заболеваний – это вакцинация. На что повлияет послабление? Виртуальные уловки. Телефонные и интернет-мошенники продолжают атаковать белорусов. Следуйте правилам безопасности. Каким? О французских химерах. Бобрученко создает мультфильмы из пластилина. Моя такая бешеная задумка, ее оценили по достоинству. Куда приводят мечты? А также аренда в ТЦМ, прибавка к пенсии и в списке сладости. В минимальный продуктовый набор белорусов включили десерт. В чем суть? Минздрав разрешает. Учащиеся с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до пяти дней. Это касается детских садов, школ, ПТУ, СУЗов и ВУЗов. В осенний сезон такая практика помогает снизить нагрузку на поликлиники, дополнительно сократить риск повторного заражения. Правило применяется не впервые. В силе до особого распоряжения на период подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Осенний период – это всегда риск роста заболеваемости, потому что происходит формирование коллективов, дети идут в школу, взрослые возвращаются из отпусков, тесно контактируют между собой. Специфическая так называемая профилактика гриппа, респираторных заболеваний – это вакцинация. Медики отмечают, подъем заболеваемости наблюдается в регионе еще с середины сентября. В Могилевской области привить от гриппа планируют около 40% жителей или более 380 тысяч человек. В первую очередь это дети в возрасте от 6 месяцев, взрослые с хроническими заболеваниями, люди старше 65 и беременные. Будьте бдительны! Телефоны и интернет-мошенники продолжают атаковать белорусов. Самый распространенный способ обмана – звонок в мессенджере. Виртуальные жулики представляются сотрудниками милиции, банков, а иногда и дальними родственниками. Игра на чувствах доверчивых граждан приводит к потере денег. Пользователей соцсетей заманивают в ловушку с помощью инвестиций на фейковых биржах и обещаний баснословного заработка. При покупке вещей через Инстаграм тоже можно попасться на уловки злоумышленников. Они создают аккаунты интернет-магазинов, которые на первый взгляд не вызывают подозрений. У них много подписчиков, постоянно обновляется лента товара. Однако отличительной чертой таких магазинов является полная или частичная предоплата и цена, которая значительно ниже рыночной. Чтобы не стать жертвой мошенников, будьте бдительны и следуйте правилам безопасности. Перед оплатой онлайн-покупки стоит попросить продавца предоставить фото товара. Информацию с предложением заработка проверять в нескольких источниках, на официальных сайтах, по телефонам организаций. При сомнительных звонках в мессенджерах незамедлительно прекратить разговор и обратиться в милицию. Новый законопроект, база данных и хорошая прибавка. В следующем году расходы на пенсии в Беларуси планируют увеличить. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусским производителям готовы предоставить преференции в торговых центрах страны. Март подписал соглашение с представителями крупнейших объектов. Речь о снижении арендной платы и о срочке платежей минимум на три месяца. Скидки будут стимулировать фирменную торговлю. Соглашение заработает с 1 ноября. Мобильные операторы с 2024-го будут предоставлять доступ к базе данных абонентов налоговым органам, причем дважды в год. Плюс у специалистов появится удаленный доступ к информации о переводах на оплату услуг связи за определенное время, но не более чем за пять лет. Помимо того, Нацбанк начнет сообщать сведения о регистрации жителей нашей страны валютных договоров. Педофилов в Беларуси будут лечить принудительно. Соответствующий законопроект был принят на заседании Палаты представителей. В числе решений установить превентивный надзор за гражданами, которые ранее были судимы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также ввод обязательной экспертизы, чтобы поставить диагноз психического состояния. В следующем году расходы на пенсии в Беларуси планируют увеличить. На эти цели выделят свыше 22 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем в 2023. Кроме того, на больничные листы, детские пособия и по уходу за инвалидами первой группы резервируют более 5 миллиардов. Планируется, бюджет фонда соцзащиты будет бездефицитным. В минимальный продуктовый набор белорусов включили десерт. Белорусский мужчина должен съедать 8 килограммов кандидерских изделий в год, а женщина почти 2, уверяют ученые. В списки сладости будут включены для всех социально-демографических групп населения. Постановление вступит в силу с 1 декабря 2023. Кроме того, изменятся стандарты минимального продуктового набора для семьи из 4 человек. Приятное лечение. В этом году более миллиона человек поправили здоровье в отечественных санаториях, и из них 160 тысяч – иностранцы. Отечественные учреждения могут похвастаться передовыми технологиями, изобилием медпроцедуры доступными ценами. Среднегодовая заполняемость санаторно-курортных центров – 84%. Большое внимание уделяется и молодому поколению. За 2023 почти 400 ребят. По итогам за 9 месяцев 2023 года хочется сказать, что санаторий посетило более 3,5 тысяч человек. Из них около тысячи человек – это граждане иностранных государств, такие как страны Прибалтики, Российская Федерация, Израиль. Чаще всего жители Бобруйска пользуются турами выходного дня. Наши санатории могут предложить отдыхающим ударно-волновую карбокситерапию. Такие процедуры проводят при болезнях опорно-двигательного аппарата. Санатории пользуются популярностью круглый год. Бронь на период новогодних праздников почти достигает потолка. Экопланетам. 21 октября каждый белорус может стать частью зеленой акции. Нужно просто высадить дерево. Беспощадное, неизбежное. За 2023 в стране из-за непогоды пострадало более трех тысяч гектар массива. Ежегодно хозяйство проводит волонтерские движения, цель которых – воскресить зеленые рощи. Позаботиться о природе может каждый желающий. Чтобы поучаствовать, нужно только желание. Обратиться можно в любой лесхоз или лесничество. В остальном вам помогут. Каждый доброволец может позвонить в ближайшее лесничество, где его обеспечат инвентарем и саженцами. Что касается лесовосстановления на территории Бобруйского лесхоза, то оно уже активно продолжается. И благодаря школьникам Бобруйского района наши леса пополняются новыми молодыми деревьями. В прошлом году только в Могилевской области за неделю было высажено свыше 6,5 миллионов деревьев. Лесные территории – гордость и сокровища нашей страны. Совместными силами неравнодушных люди восстанавливают утраченное и не дают редеть легким Европы. Стоп-кадр. София Мухина из Бобруйска снимает мультфильмы о белорусской деревне, французских химерах и мечтах. В основе – обычный пластилин. Последняя работа принесла своей создательнице победу на международном конкурсе детских анимационных фильмов в Москве. Юлия Вернир окунулась в мир мультивселенной. Гениальная молодежь. Восьмиклассница София Мухина не сидит на месте. Пение, игра на гитаре, театральные постановки. Девочка успевает везде. Но главным увлечением остается создание мультфильмов из пластилина. Работа химеры Нотр-Дама, куда приводят мечты, принесла своей создательнице победу на международном конкурсе детских анимационных фильмов арт-аниматика. Мне было весело. Вот мы сняли, нам было так смешно, у нас все падало, все крушилось. Я была очень рада, что, не знаю, какая-то моя такая бешеная задумка, ее оценили по достоинству. Творческий процесс. Без помощи юное дарование не остается. Создание истории – дело кропотливое. Педагог по вокалу Анастасия Тарасенко направляет свою ученицу. На один мультфильм уходит около месяца. Для плавности движения используется более ста кадров. Все зависит сначала от темы. Исходя от этого, я придумывала сценарий. Когда сценарий был придуман, начинается отлепка фонов, персонажей, а потом штатив, телефон. И по кадрам мы все это отснимаем. Озвучивает работы София Мухина сама. Девочка признается – это самый тяжелый процесс. Не всегда получается успеть за движениями героев, но нет предела совершенству. Это очень захватывающее направление. Мы сейчас уже работаем над новым проектом, готовимся к новому конкурсу. С удовольствием этим занимаемся. Цель жизни. Главной опорой и поддержкой во всех начинаниях стала мама. У Софии наполеоновские планы. В ближайшей перспективе – создание своего музея автографов известных личностей. Начало уже положено. Девочка уверена – творчество в ее жизни будет всегда. А вот с профессией пока не определилась. Я прислушиваюсь ко всем ее идеям, новшествам, которые она приносит домой, и обсуждаем с ней какие-то вопросы. Ну, а я как мама где-то немножко, может, подсказываю, где-то, может быть, где-то немножко сдерживаю ее в чем-то. Дальше – больше. Прекрасному городу – талантливые люди. Впереди покорение новых вершин и яркие победы. Главное – не останавливаться на достигнутом и идти только вперед. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!